Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeget пришел следующий интересный вопрос. Мне не нравится мое имя, я хочу его поменять. Это плохо? Есть на чем поразмышлять? И хорошо бы, конечно, иметь больше данных, но давайте предположим, что я не знаю, предположим, что человек окрещённый, и с этим именем его крестили. Даже если ты поменяешь в паспорте своё имя, оно всё равно останется за тобой. Потому что священник прочитал молитву на наречение имени. Священник с этим именем тебя крестил, причастил. Возможно, вы уже взрослой жизни исповедовались и причащались неоднократно. Всё равно, если вы крещены с именем, допустим, Николай, хотите быть Василием, и в паспорте вы станете Василием, то всё равно перед Господом Богом, перед церковью православной, вы всё равно останетесь Николаем. С этим именем будут вас причащать, с этим именем вы будете исповедоваться. Тем более, если твой небесный покровитель, допустим, не кладь чудотворец, никуда от вас не денется. Если он стал вашим небесным покровителем, то до конца дней он останется вашим небесным покровителем. Даже если ты захочешь стать в арахисе каким-нибудь. Другое дело, если ты не крещен, решил имя сменить, то знаете, что здесь плохого? Это будет оскорбление родителей. Ведь посмотрите, кто имеет право давать имена? «Тот, кто дал тебе жизнь». Господь дал жизнь Адаму, Еву, Еве, нарёк их. Дал им право наречь имена животным, ибо они могли прозреть их сущность. И этим самым Господь показывает, что ты владеешь ими. Они тебе служат. Они не наоборот, как иногда бывает. То, что родители дали тебе имя, говорит о том, что они дали тебе жизнь, имеют право наречь тебя. А это имя останется с тобой до конца дней. То есть родители всё равно будут считать тебя Николаем, даже если ты, повторюсь, захочешь быть в арахисе. Они это не примут. Это, по сути, как некоторое, пощёчина их мнению и их решению. Но, во всяком случае, на взаимоотношении с Богом это не будет никак влиять. Совершенно никак. Будь праведником с тем именем, которое теперь будет у тебя в паспорте. Ведь судьба человеческая не зависит от имени человека. Уже хотя бы только потому, что судьбы нет. Ничто нам не предначертано и не предписано наперёд до нашего рождения. Если Господь что-то предвидит, это не значит, что Он это предопределяет и заставляет нас идти по тому пути, который нам предначертан. В христианстве такого фатализма нет. Поэтому, если надо ещё понять, по какой причине вы хотите имя поменять, мол, слишком много людей его знают, и тебе живётся плохо, потому что все знают твоё настоящее имя. А сейчас имя сменю, и жизнь будет новая. Ах, если бы, ах, если бы, не жизнь была бы, а песня бы. То такая мотивация, она крайне греховна, потому что она безумна. Она ничего не имеет общего с христианством, а, следовательно, с объективной истиной. Ну, а если ты вообще собираешься поменять имя Коли на Оля, то здесь вообще беда-беда. Уж, естественно, с христианством здесь ничего общего от слова совсем. Соблюдайте, друзья мои, благоразумие, чистоту сердца, души, духа, будьте смиренно-мудренны. Замечательное качество добродетеля, а не с посланием которой мы молимся весь Великий Пост, да и всю сознательную жизнь. Храни вас Бог, друзья. Помните, что от имени ничего ровным счётом не зависит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok